друзья всем привет в предыдущем ролике по аквапринту алексей из компании fusion technology рассказал максимально всю теорию я задавал максимально все вопросы которые у меня возникали в этом ролике мы коснемся теории потому что такое ванна как она устроена и буквально короткой практике вот такой то есть теории было вот столько практике вот столько по правильности окунания детали в пленку поэтому видео чуть чуть короче но также видео информативно и в конце ролика я первый раз в жизни попробую макнуть машинку эту заготовочку в воду в пленку и в принципе у меня с первого раза довольно таки неплохо получилось поэтому получится у каждого надо только внимательно просмотреть теорию потом внимательно просмотреть вот это видео с практикой и единственный вопрос который у вас может остаться какой материал надо купить на этот вопрос вы найдете ответ по ссылке в описании в магазине в котором ребята сами уже подобрали активатор к тем пленкам которые они продают то есть купив их активаторы их пленки сделал все так как алексей рассказал в первом видео и показал во втором видео я думаю получится у всех поэтому схема та же чай бутерброды смотрим внимательно переходим покупаем если что-то не получается спрашиваем в описании я думаю ребята также как и в первом видео в этом видео также смогут ответить на абсолютно все ваши вопросы всем приятного просмотра по ваннам да оборудование профессиональные диваны используйте пусть сама ванна она стоит из двух частей рабочая зона здесь включать соответственно происходит здесь у нас нагревательный отсек туда стоит отсеки до установлен такой перфоригный ковшик он здесь как подставка для фильтра роль самого фильтра в синтепон выполняет то есть он отфильтровывает без остаток пленки и мусора остается на синтепоне для того чтобы насос соответственно не забивался в этом для отсеки тэн находится в воде температурный датчик здесь необходим для поддержания рабочей температуры воды ну сзади ванны сам насос инкуляционный ну он там не видно дойдет перед насосом еще дополнительный фильтр стоит фильтр тонкой очистки этот фильтр многоразовый то есть ну грубо говоря вечно авторическая сетка микроника эту сетку промываем обычно когда замену воды делаем ваню а это температура это блок для управления самой ванной питания тут у нас 220 в этом блоке установленного автомата реле вот этот измеритель регулятор то есть один автомат отвечает за включение насоса второй за включение тэна за нагрев воды то есть второй автомат его в течение дня смысла нет постоянно включать автоматика с помощью температурного датчика реле вот этого блока автоматически сам включается выключается то есть если вода начинает перегреваться а температура 28 она что влияет вообще температура на принципе на растворение пленки если температура будет ниже 26 25 градусов пленка будет просто недорастворяться не будет хорошей эластичности а если выше 30 поднимать не советы потому что пленки могут начать уже перерастворяться и соответственно чем горячее будет вода тем интенсивнее будет с пленки выпариваться активатор то есть я работаю при 27 28 градусов это в принципе температура рабочая для всех пленок оптимальная в процессе работы она выключена процессе работы до циркуляции включаем она у нас включена циркуляция на грешке у меня вода прогревается равномерно плюс отфильтроваться какой-то мелкий то есть она нужна чтобы убрать остатки пленки после печати мусор так скажем и плюс она еще у нас циркуляция нужна для равномерного прогрева и для фильтрации воды от мелкого мусора утром когда на рот приходим если я собираюсь сегодня что-то печать я заранее включаю циркуляцию нагрев у меня вода прогревается равномерно плюс отфильтроваться какой-то мелкий мусор понятно сейчас мы его выключим она успокоится и будем работать да перед тем как вкладывать пленку циркуляцию воды отключаем подготовим воду поверхность воды легкий слой очищаем от пыли и мусора сейчас утром то есть перед печатью включаем циркуляцию ограничителя пускаем вниз это что перекладина для установки маленьких а как часто воду менять приходится воду меняем зависимости от загруженности то есть я меняю где-то в среднем раз в месяц раз в полтора месяца зависит от того насколько часто здесь происходит работа ну тут уже видно что кто-то покрасил воду перламутр плавают летел но это в принципе никаким образом не повлияет на качество печати потому что нам по сути от воды нужно только поверхность чистая поверхность да все что там внутри внизу плавать это все ерунда то есть ограничители опустили не подготавливаем воду то есть вот этот участок воды куда мы пленку сейчас будем ложится должен быть максимально чистым то есть на поверхности воды не должно плавать никакого на камеру не будет видно вот это мусор уже до пылинка мелкая то есть можно ее надо убрать мелкий мусор и какие-то крупные там остатки пленки воздушные пузыри вот эти вот этого всего здесь быть не должно самый простейший так скажем быстрый способ буду почистить вот так вот переставляем сюда запускаем и потихоньку раздвигаем включается с верхнего воды у нас очищается вода по сути чистая если не смотреть на эти первомутровые разводи хитро дальше берем пленку но это уже у нас заранее подготовлено справишься с надрезами и липким слоем у меня слоем на вот пленку не надо бросать на воду не надо середины начинать старайтесь укладывать таким-то образом по диагонали взяли кусок углом касаемся воды диагонали опускаем аккуратно и до конца аккуратно укладываем края все положили сразу засекаем время полторы минуты будет лежать на воде тоже не зря тут стоит сейчас можно будет увидеть эту реакцию когда пленка начинает сморщиваться вот она то есть этого бояться не стоит это нормальная адекватная реакция пленки на воду сейчас она сморщится растянется и потом обратно немножко так скажем суть ну вернется изначальное состояние гладко ровная вот она начинает скручаться немножко коррежь и деформируется не дают ей дальше уходить все берем ограничители надо разровнялась выставляем то есть ограничители по всей длине пленки плотно друг другу без щелей чтобы таких щелей между ними не было они должны плотно встать как мы промылили ими двигаем до ближе пленку кричите пленк двигаем поближе вплотную не зажимаем оставляя немножко свободное пространство опять примерно за счет него будем отслеживать растворение пленки горловностью печать в принципе сейчас там не мусора ничего нет теперь только правильность нанесения клея все будет нормально да а если мусорина или пузырь лучше сразу выкинуть они даже нет если где-то там в одном из бога понятно страшный запас есть то есть возможность выбрать более чистое место все у нас время подошло а ты чего видишь время подошло а ну да полторы минуты вот и время в порядке подачи три обороты наносим активатор равномерно один проход ох она прям ушла вообще растворилась растянулась то есть принципе можно печатать особого выжидания больше минуты нельзя да ждать не за чем берем детали выставляем красиво вот эти сопли это ничего да да еще потом смоется это остатки пленки сейчас после печати мы достали нам необходимо вот это что это желатин или что да это желатин сейчас самого надо будет промыть активатор пахнет хорошо то есть тут все нормально в принципе сейчас я не могу сказать нормально держать это не видно пока не смоем так все качество проявлять процессе промывки деталь начинаем промывать у нас уже можно так скажем делать выводы по поводу качества нормальное здесь количество активатора либо его наоборот много там может быть его не хватает все это проявляется при промывке ну на вас уже воды не дали учили да ну короче мы моем водой неважно какой способ страны это как-то видно визуально что смылась вообще визуально видно да то есть процесс промывки руками старая деталь не трогать и отслеживаю процесс промывки воздухом то есть этот вот желатин слой липкий он выглядит как слизь на ощупь он такой как не как сопли короче не опалу желатин в процессе промывки я периодически воздухом продуваю и смотрю то есть там где она промылась она сухая мотра становится если где-то еще пятна эти остаются блестящие то думаем до конца все попробуй слегки промыть конечно очень долго будет а температура воды тут уже не имеет значения желательно теплой водой градусов 3 промывали она быстрее будет промываться холодной воде будет чуть больше времени уходить на промывку можно по сути как поступить то есть детали не промывать сразу допустим что он заминки с водой есть когда она сейчас на случай детали печатать поставить опускай она стоит воду дадут потом или промыть то есть она принцесс раму учиться завтра с утра придем да и по моему и отлакируют завтра конечно нежелательно потому что ее надо покрыть лаком вас не я не было не базово желатине и оставить в этом вообще в принципе да он и через день через два смоется уходит некоторых в общем вымываем до полного да пока не смоется весь этот слой пленки то есть мы по сути с детали смываем сейчас саму пленку сейчас мы ее смоем на транспортную часть останется только раз а эту краску можно также как и базовую краску липкой салфетки если надо что-то большое протереть вдруг пыль где-то носили салфетки пройтись на ровно руками не мать и а меряли вообще когда-нибудь толщину именно вот уже очищенного крат окрашен что-то там есть не мерили но мало на визуально вообще никакой толщины здесь видно то есть ну даже если вот шлифовать в принципе два раза зернала еще толщины слоя даже наверное может быть толщина там тоньше чем даже слой краски то есть тут может быть микрон это вообще максимум для этого наверно нет чему спрашиваю что руками не лапать наши руками можно поцарапать можно заработать лучше не трогать руками лучше промывать просто лейки блин результат конечно раз может получиться так скажем брак в процессе печать как раз отслеживается но при промывке то есть какой брак может быть может быть перебор активатора может быть не добор активатора если к примеру мы в процессе промывки замечаем что у нас детали рисунок начинает смазываться то есть вот такой результат получается это же он на ощупь чувствует как краску потянуло ну да чуть не есть вот этот результат говорит о том то что нанесли слишком много активатора пленка перерастворилась база начало перерастворяться ничего все это делать то есть это после смыти уже во время проявилась во время промыва время проявляется когда достали с ванной было все ровно да она проявляется при промывке то есть если вот такой брак у вас получается при промывке то есть это говорит о том то что много активатора соответственно каким образом надо настроиться на работу с данной пленкой берем еще кусок той же самой пленки еще одну заготовку убавляем подачу активатором на краскопульте где-то минимум пол оборота и печатаем еще один образец уже с измененной настройкой смотрим динамику соответственно второй образец уже гораздо лучше нужно получить чем 1 если на втором местами где-то чуть-чуть подмазывать значит берем еще один кусочек пленки еще одну заготовку еще немножко убавляем подачу так до тех пор пока не получится идеальное качество на образце то есть настраиваемся на качество а недобор недобор он выглядит как таким вот образом то есть деталь после промывки она такая немного шероховатая получается в таких мелких пузырьках все это при промывке там при продувке отваливается получается дырки в пленке это из-за того что она была не эластичную плохо растворенную местами просто не обтянула деталь остался возле пленки детали все это по отваливаться вот такой результат получается это из-за недостатка активатор в этом случае соответственно увеличу подачу на активатора немножко увеличить продули до сухая латка идеальная такая же как после покраски здесь я пробовать уже мероприя шершавы появилась одна точка мелкая какая-то видна царинка попала это вообще не проблема тем более по текстуре дерево это очень легко решается до лакировки это можно подкорректировать так что потом даже сам не нужны спешка кисточкой лечим доберется же та же самая пленка а с пленки даже кисточкой кисточку макаем активатор тонкую художественную кисточку с пленки собираем краску или получается оттенок уже один в один подачи не надо ничего там подбирать только в этом случае с какого места взять нет без радость любом и в этом месте аккуратно просто дорисовываешь кистью текстур по дереву но тут прокатит на карбоне уже вряд ли ну тоже как вариант по крайней мере есть косяк нужно знать как его давай бывает что какая-то царинка пылинка это одна точка маленького то есть это не повод там расстраиваться деталь брать и переделывать это ерунда по крайней мере переделать несложно подсушим переделал нас ну полчаса дольше перекрасить замонтировать прикрасить и перепечатать так после печати очищаем то есть у нас пленка высохла активатор спарился поднимаем ограничительно включаем циркуляцию воды я на самого я всегда стараюсь дождаться момента когда активатор с пленки спариться чтобы она целиком уехала уехала не разбивал на мелкие куски то есть если сразу после печати включить циркуляцию пленка еще эластичная начнет ломаться рваться на куски и потом очень много мусора будет в воде лучше подождать немножко мусор в воде пленка тонет или она всегда наверху будет она и внизу может быть вверху может быть короче она может всплыть потом процессе печати я чё спрашиваю это тазики тазики неудобно тазики грубо говоря эти одну деталь опечатал дарами эту воду надо по-любому поменить потому что мусор который там остается он повредит в принципе процесс несложный есть свои нюансы то что именно касаемо четко ну на понимание активатор в развивании с ними тебя брак получается как его избежать то есть если у тебя перебор тебе необходимо подачу активатор сделать еще один образец то есть настроиться на работу с конкретной там какой-то текстурой если не до борта наоборот чуть больше прибавить активатор то есть принципе если какие-то детали ответственные стоит потренироваться надо чуть-чуть да там понять за всем советую перед началом работы с новой какой-то пленкой когда новый допустим заказали пленку с ней еще не работали не надо брать и делать клиентские детали лучше сделать образец он делается на стандартные настройки по образцу уже будет видно как пленка это работает если на стандартные настройки у тебя образец в идеале получается никакие корректировки соответственно к этой пленке не нужны если получается какой-то брак смотрим почему да из чего он происходит вносим нужную корректировку подачу активатора и печатаем образец следующий ну это как выкраски когда дают колористную краску мы пробуем давление подъем подбираешь пока не найдем до нужного самое главное понимание за что на выбрать получается в какую сторону себе настройку эту поменять то есть если рисунок смазывается это много активатора значит надо убавлять не приклеивается значит активатора мало соответственно добавлять что надо прибавлять так ну по лакировке покажем в принципе лакировка все как и в автомобильной покраски то же самое разводим лак и наносим никаких секретных моментов потому детали клиентские я наношу три слоя потому что полировка здесь глубокая здесь суши грей слоя сносим полированные детали вот до такого состояния чтобы не было зеркала как бы никаких ни пылинок ни соленок ни намерка наше время пусть выделал соответственно где-то пол слоя по-любому срезается тебя делаю три слоя с подготовкой лакировка все как покраска можно можно было эту машинку залакировать и все было покрашено тут просто нанесли цвет текстурные тоже самое покраска просто перед нанесением лака наносим наносим то что мы хотим по цвету сам уж про до интересных с одного уголочка до ничего сверхъестественного попула на куда-то включи д д с время число не смотрим о проекте что-то не скапывало и узкие и теперь аж когда ну да краешки подворачиваться неважно какой откуда просто что-то мне один край пленки уже хочет приклеиться к стенке причем приклон приклеился так надо ближе так минута 20 нормально так все нормально работа и так в сторону попробую немного вот укажется много можно да да смотри что какая-то хрень да я вижу это лучше отсюда ты то есть скорость тоже медленно нельзя а медленно бывает в самом мгновении скажем рука останавливается это второе обратно немножко момента один есть скажем замечание небольшое смотри когда печатаешь вдруг говорит ты должен вниз равномерно ее погружать а ты сейчас печатал ее немножко назад вытягивал соответственно у тебя рисунок лонышка растянулся может не будет видно а на чем-то другом будет смотри если рядом поставить и фотон будет отличаться у тебя есть немножко растянутый чуть не осветлился ага то есть ну я понял я в принципе понял что я сделал я его вот так вот сделал да немножко назад вытягивал дерево не критично но карбонов заметно я понял мне знает если бы у тебя клетка была одной формы а потом потянулась Субтитры подогнал «Симон»